Сморчки, подзеленки, подберезовики, зонтики и другие. Сегодня первые грибы можно без проблем найти в местах торговли. Если одни предпочитают покупать грибы на рынке или за ним, то другие, уверенные в своих знаниях, идут прямиком в лес. Так поступил и 59-летний житель Кобринского района, который после тихой охоты приготовил свежесобранные грибочки, причем, по его словам, неизвестного ему вида. После трапезы мужчина почувствовал первые симптомы отравления, после чего попал в реанимацию. Здесь обращение идет на второй день после появления симптомов, но симптомы очень серьезные, симптомы очень, скажем так, значительные. Многократная рвота до 20 раз, жидкий стол, до 50 раз дикая боль в животе, но обращается через сутки. Да, симптомы очень тяжелые, давление 90 до 50. К сожалению, при поступлении 5-го числа, 11-го, была законстатирована смерть. По данным специалистов, это уже второй смертельный случай, зарегистрированный в Брестском регионе. К слову, причиной отравления может стать не только ядовитый, но и так называемый условно-съедобный и даже съедобный гриб. Всему виной пренебрежение основных правил кулинарной обработки и приготовления. Особенно осторожными нужно быть пожилым людям и детям, желудки которых с трудом переваривают такую тяжелую пищу, как грибы. Это касается как свежих, так и маринованных даров леса. По прошлому году, если было всего 43 отравления в течение года, то в этом уже превышает эту цифру. Больше 100 отравлений? Да. Почему говорю так? Потому что еще некоторые находятся в стационарах, и поэтому цифра уточняется из-за дня в день. Грибы – продукт тяжелый. Да, не каждому он идет. Вот на сегодня у нас, например, уже окончательное донесение. Мы разбираемся, например, в случае из Баранович. Здесь тоже было подозрение на отравление грибами при поступлении. То есть как только медики собирают анамнез и слышат о том, что вот эти проявления связаны, человек упоминает, что ел грибы, лучше перестраховаться. Его тоже госпитализируют, лужат. Но оказалось, что у женщины и хронический гастрит, и масса сопутствующих заболеваний. Здесь просто была абсолютная, скажем так, нагрузка на желудочно-кишечный тракт, которая дала обострение ее хронических заболеваний. Чтобы не подвергать себя и своих близких опасности отравления грибами, не следует собирать их возле транспортных магистралей, промышленных зон и мусорных свалок, а особенно покупать на так называемых стихийных рынках. Если все-таки отравления избежать не удалось, немедленно обращайтесь за медицинской помощью. Чем раньше будет госпитализирован пострадавший, тем больше шансов на благоприятный сход и скорейшее выздоровление.